В эфире на Вести ФМ 103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие друзья! В эту четверть часа с вами Ямара Багирова и гость этой недели программы «Общество через призму», доцент кафедры истории и философии Российского экономического университета имени Георгия Плеханова, кандидат философских наук Фарид Гусейнов. Во вторничный эфир Фарид Ибрагимович убедил нас в том, что Европа уже не та. Тоже можно утверждать и о столицах, отмечающих в сентябре свои юбилеи. В Москве отгремели торжества, в Махачкале только предстоят в эти выходные. Но мы с махачкалинским москвичом или московским махачкалинцем акцентируемся не на праздничных образах столиц, а на некоторых нюансах их будней. Но вы заметили, что вы приехали, когда в Дагестан, у нас меньше стало закрытых, с прорезями вообще нет? Как-то уже более... Махачкала – город контрастов, если взять именно Махачкалу. Но контрасты они стали менее такие, мягкие стали контрасты. Вы с чем это связываете? Вы думаете, это почему? А я думаю, осознал народ, что это не наша одежда, что это все-таки, наверное... Ну, кто-то же их, наверное, на них влияет. Родители, бабушки, дедушки, которые все время повторяют, что если хочешь закрыться, есть чухто, есть наша национальная одежда. И идет пропаганда тоже, в том числе и по нашему радио тоже. Да. Вообще, Дагестан – это уникальное место, потому что я сейчас приехал на машине через Ростовскую дорогу, Ростов-Дон. Ростовская более живописная. Это не через Астрахань ехать. Да, да. И вот этот путь от Ростова до Махачкала – это, конечно, что-то потрясающее. Ты едешь, одна маленькая республика сменяет другую, одна столица за другой. Вот. И, безусловно, там и кабардинцы, и потом осетины, и ингуши. И как-то это все так красиво. И я к тому говорю, что, конечно, в наших традициях никогда не было ходить закрытыми так, чтобы одни глаза были видны. Это не кавказская традиция. И те, которые это все вот так вот… Видимо, жизнь ставит все на свои места, безусловно. Ну, я не сомневалась, что это все вернется к истокам. Да, но мне очень нравится… Вот я это открыл года два назад, и после этого стараюсь попадать. Парк Родовский, который вместе вот с Улеймом Стальского парком… Родовский. А вы сейчас были в выходные дни на Ленина? Там сейчас пешеходная зона… Да, да, я попал. Попали, да? То есть я как раз приехал туда, то есть мы поехали на пляж загородный, потом мы оттуда возвращались и заехали специально на Родовский, где по воскресеньям, я просто всем говорю, кто не знает, в 12 часов примерно, если попасть, там просто выставка свадебных групп с невестами, с женихами, с их вот свидетелями. И можно сразу увидеть там 10 невест, 15 невест, они все так одеты. Особенно те, которые сами собираются стать невестами, им было бы интересно посмотреть, во что кто одевается. Ну, это очень такое зрелище, если бы вы попали… Ну, я была свидетелем такого, что вот сейчас у нас вот парк комсомола, где свадебные вот снимки делают, и вот Родовский, около памятника Сулейман Стальского. Да, да. А вот этот момент, где закрывают Ленина или Камзатова, я видел, но в этот раз было мало людей. По рассказам моей сестры и мамы, там чуть ли не высыпает весь город, они там хорошо проводят время. Но тут, не знаю, стояло, конечно, перекрытие, и мы когда подъехали, так сказать, то ли день был жаркий, то ли еще не вечер был, может быть, попозже. Да, а в Москве вам удается походить на Арбат, как часто? Это вашу любимую зону в Москве. Арбат нынче не тот, как говорят. Раньше был другой, в том смысле, что старожилы, коим я себя отношу, помнят старый Арбат до переделки. И он сейчас, как это, новодел. И туда приезжают в основном гости столицы. И вот ты приходишь, и там все ходят, их так много, они все разные. Там невозможно как-то сесть. Там в основном очереди и много людей, поэтому мы стараемся... Не отдохнешь, не расслабишься. Да, да. А гостям нужно увидеть, что это такое. Конечно, им не с чем сравнивать. Они пришли, они это увидели, и для них это уже сразу ложится картинка на воспоминания. Так вот, Арбат это не ваш любимый уголок в Москве? Сейчас нет. Там есть, конечно, маленькие уголки. Очень, вот я считаю, что бульвары замечательные в Москве. Особенно вот если от Арбата пойти по бульвару в сторону Пушкина, памятника, там очень хорошо. Там можно прогуляться, и много очень лавочек, и деревья посадили. И дворики тоже московские, с лавочками, с деревьями тоже. И еще, кстати, вот этот тренд, который в Махачкале тоже сделали, стали тополя менять, и в Москве тоже, на деревья, которые без буха. И там они сейчас уже подрастают, и довольно интересно. А очень красивый сейчас парк культуры у нас. Там есть везде Wi-Fi, туда можно пойти. Да. И, конечно, в этом смысле он такой новый, и вот новый мэр, он в этом смысле много сделал. Ну, и вот мы ждем, потому что, на самом деле, если коснуться этих переделок, сейчас вся Москва дудит, гремит, грохочет, расширяет все, укладывает эту, так называемую, в кавычках, собянинскую плитку. То есть ее кладут и кладут. Такое национировское, да? В свое время, да. Ну, вот, не знаю, так или не так, но, по крайней мере, там на глазах появились улицы, которые раньше были не пешеходные, стали пешеходными. Они широкие, машин там мало. И, как бы это сказать, мы уже, конечно, я тоже автолюбитель, с ужасом думаю, что в центр скоро и не поедешь. Ну, просто там, ну, смотрите, большая улица. И со стоянками проблемы. Там можно поставить на 100 метров всего 2-3 машины. То есть все. А это место всегда занято, и ты должен... Ну, есть выход. Купить эту вот наклейку инвалидную. А, да, 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 да. Я тоже слышал в передаче, что самые дорогие машины все инвалидные. Ну, да. Ну, они сейчас стали, видимо, базу какую-то с собой возить и проверять. Ну, да, говорим, да. Ну, мы вот все это слышим по наслышке, по телевизору. А вы свидетель всего этого. Ты к нам в Москву приезжай, и пройди по Арбату, Окунись над Верском, в шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата На ладонях больших голубых площадей. Впечатления Дагестана, они, конечно, Вы об этом начали говорить? Мы были в музее. На Тахагодье, новом, обновленном. Я не была после того, как они переселились. Конечно, там есть. Ну, там часто проходят встречи с известными людьми. На встречи вы, конечно, не попали. Нет. Но первое, что там, мне кажется, надо поработать с кадрами, потому что женщина, которая работает, абсолютно одна такая была грамотная. Остальные там на уровне вахтеров. То есть они не знают, не владеют. Ну, это, наверное, не экскурсоводы, а смотрители. Ну, наверное. Ну, смотрители тоже какие-то должны в минимум знаний. Разве они там работают, должны хотя бы где-то какой зал находиться. Да, еще в процессе. В процессе я-то был в старом здании на площади. И туда еще не все перенесли. Но здание бесподобное. Я, причем-то, всегда думал, что это здание семьи Тарковских. Оказалось, что это здание астраханского купца второй гильдии рыбопромышленника. Причем копия точная какого-то московского сапняка. Но здание бесподобное. Внутри очень хорошо. Ну, я внутри была, когда это было Министерством сельского хозяйства. Да, внутри вам очень понравилось. Ну, я думаю, так сильно оно не изменилось внутри. Вот единственное, что вот как его приспособили под музей. И музей лучше, чем на площади. Да, ну, на площади было тесно. Там у них все заказник охранилось, большинство экспонатов. Так что это временами они вытаскивали. А увидеть все, что есть, вот здесь, наверное, уже можно. Да. Да, это, наверное, не все. И что вы новое увидели из экспонатов? Почти что ничего. Ничего не было подписано, наверное, еще рано. Хотя, что мне понравилось, вот в зале, где про Шамиля, экскурсоводы не говорили пленение Шамиля. Да, это сейчас не употребляют. Даже в Калуге, когда мы были, там даже... Или переговоры, договор, подписали договор, вот как-то так. Хотя, конечно, история это... Но я бы все-таки добавил туда элемент какой-то реализма. В том смысле, что человек должен прийти и почувствовать, что это его... Вот он родился сейчас, а до него были его предки. И они вот такую историю имели, чтобы это его коснулось. Не просто он смотрел со стороны, как это так. И, с другой стороны, чтобы было ощущение, осталось ощущение не того, что его как бы гордость задели тем, что его предки проиграли войну, как некоторые это преподносят. Вот я сейчас знаю много песен про Шамиля. А вот так, как это было, ну, не как, конечно, у немцев после Второй мировой войны, которые все это переварили. И сейчас это народ, который опять достиг первых позиций в экономике Европы и так далее. Чтобы вот все-таки сложилось ощущение, что Дагестан и Россия – это не те, которые воевали тогда. И вот это ощущение, что одна сторона проиграла другой. Потому что складывается такое ощущение. А чтобы осталось впечатление, чувство этого нового поколения, которое пришло смотреть, что Россия для Дагестана – это естественный лучший союзник из всех, которые есть. Потому что Дагестан, как и любая маленькая республика, может развиваться вместе с большой какой-то республикой. А большие республики, большие страны – это Россия, Иран, Турция и Арабы. Но самая большая Россия. Из всех этих четырех, конечно, наш родственник, предок Асаны Фенди Алкадарский, который был зятем Магомеда Иракского, он говорил, что единственный правильный путь для Дагестана – это путь с Россией. Да, но и Ситали Хам тоже в этом актере. Да, и это надо объяснить, потому что сейчас занимаются многие тем, что стравливают. Ну так Шамиль сам же тоже сказал, что никогда не воюйте с Россией, дружите. Вот в этом зале, где они делают все. Этого нет, этого духа нет. Надо вот этот вот элемент обязательно туда, чтобы он был, чтобы как-то те историки и библиотеки… Ну вы говорили с директором? Нет, конечно, мы туда зашли, там кроме нас была еще одна, так сказать, посетительница. Сами они ничего не могли ответить. Вы с гостями или с Махачкалинсками? Я с мамой и с сыном, да. Мы были втроем. И мы вот просто прогулялись, получили удовольствие. Конечно, надо будет в следующий раз прийти посмотреть. Но я к тому говорю, что это не просто чье-то дело. Это именно людям, которые занимаются культурой Дагестана, вот так надо поставить работу вот именно в этой части истории про Шамиля. Потому что Шамиль – это, конечно, особая личность. Его надо так показать, чтобы, с другой стороны, это была личность. А с другой стороны, что это был такой переломный момент в истории Дагестана. И какие там лица красивые. Я вот смотрел потом фотографии семейные. Если посмотреть на фотографии дореволюционные, которые наверняка во многих семьях сохранились, это такие красивые, мужественные лица. Оттворенные такие семьи. Да, да. Они все стоят. У них осанка. Осанка – это как бы выражение чувства собственного достоинства. Это никакие не крепостные, которые… В чем еще была проблема-то войны Шамиля? Потому что Россия несла крепостное право, а для горцев – рабство. А вот на этом нужно и… Это было невозможно. Что он воевал с царизмом, с крепостным правом, а не с Россией. Ну, это все плетено. Да, да, да. Чаще всего он на этом и акцентирует живой что-то. Он не с самой Россией. Да. А вот сейчас вот такой взгляд на эти отношения. Ну, надо как-то, да, мне тут возникла мысль. Следующий ваш приезд – в музей записать вас вместе с директором. Что выделили сил, а она аргументировала, почему так. Ну, это, наверное, и посложившаяся там какой-то, наверное, традиция. Там у них все построено из того, что есть. Или, может быть, даже об идейном моменте вообще не задумывались. Просто вот так вот взяли то, что есть. Я думаю, что очень запущен этот участок. Когда я вижу улицы, которые, как я слышал в Дагестане, Махачкале, как сказать, в розницу, оптом покупают, в розницу продают. То есть улицу могут поделить на две части или на три, чтобы потом присвоить. А вообще зрея Шексаидова обратился к администрации, к народу, чтобы вернуть прежние названия. Он даже сказал, что вот улицу Шексаидова тоже, чтобы вернуть Гоголя. Да, потому что есть такие имена Пушкина. Ну, это какие-то неправильные действия. А потом есть много новых улиц. Вот так он и сказал. Если вам очень нужно переименовать, то есть новые улицы. Там всякие степные, лесные и так далее. Конечно. Можно дать название. Так что может сейчас сдвинуться с места. Я думаю, это же проблема. Ну, конечно, это проблема и финансовая. Вернуть все названия, это же заново все. Какая работа предстоит. Одни только таблички. А это и в документах, в паспортах, везде, на картах. Мы знаем, что с подачи спикера Народного собрания Хизри Шексаидова, улица, на которой более 30 лет принимает пациентов, офтальмологическая и ровно три десятка в этом году, инфекционная, больницы, вновь носит имя Гоголя. К сожалению, Фарид Ибрагимович не может стать ни участником, ни свидетелем праздничных торжеств в Махачкале. Учебный процесс в Российском экономическом университете не позволяет, но запись беседы с доцентом кафедры истории и философии позволит услышать его и в эти выходные. В субботу речь пойдет о некоторых моментах в системе образования, а в воскресенье те, кто предпочел городским гулянием домоседство или совмещают участие в юбилейных торжествах с прослушиванием радио на частоте 103, может услышать прелюбопытные выводы неординарного философа. Такое же время без четверти 19.